Добрый день. В этом видео я хочу рассказать вам, как вы можете протестировать вашу торговую систему с помощью советника, который входит в пакет MetaTrader 4 Supreme Edition от Admiral Markets и называется Trading Simulator. Для того, чтобы активировать данную функцию, нам необходимо сделать следующее. Сначала мы заходим в раздел Вид и выбираем тестер стратегии. Данный индикатор включается именно в тестере стратегии. Первое, что нам нужно сделать в разделе советники, проверить, чтобы у нас стоял именно Admiral Trading Simulator. Далее мы выбираем параметры тестирования, то есть задаем валютную пару, выбираем модель формирования свечей, задаем период, устанавливаем таймфрейм и задаем примерный спред. Далее нажимаем кнопку Start. У нас появился график, который не совсем удобен для анализа, так как он имеет вид стандартного графика. И давайте настроим его так, как нам будет удобно. Я уже сохранил шаблон, например, для того, чтобы протестировать Admiral Pivot Points, о котором мы рассказывали ранее. Я выбираю именно этот шаблон. И сразу же у меня график сформирован в удобном для меня виде и имеет все необходимые параметры. Далее мы нажимаем запуск нашего тестера. Но также обращу ваше внимание, что скорость формирования свечей регулируется на панели визуализации. Я сделаю чуть меньше. Нажимаем на кнопку Начать. У нас начинают идти свечи. Мы видим, что цена меняется и это гораздо удобнее. Мы можем протестировать гораздо быстрее наш инструмент. А в тот момент, когда, к примеру, мы хотим открыть сделку или посмотреть более внимательно, мы можем поставить на паузу и тогда свечи перестанут формироваться. Вот, к примеру, на текущий момент по индикатору Pivot Points цена подошла к уровню, который обозначен буквами PP, то есть среднее значение. Напомню, что по данному индикатору, если мы работаем по тренду, то ближайшие движения, которые мы можем ожидать, это движения от уровня PP до ближайшего уровня сопротивления, область R1. К примеру, мы хотим открыть сделку на покупку в данной области. Активируем наш симулятор, сделаем скорость чуть меньше. Ставим ее практически на минимальную и нажимаем, к примеру, сделку «Купить» сразу же в нашем окне. У нас открылась сделка, есть определенный параметр – Stop Loss, Take Profit. Их также мы можем задать. Нажимаем на панель «Купить». У нас появляется диалоговое окно, в котором, к примеру, мы можем удалить Stop Loss, его, если мы не хотим, к примеру, использовать, и задать Take Profit. По данной стратегии, на ближайшая цель движения, она как раз идет в область сопротивления R1. Задаем Take Profit в той области, к которой мы ожидаем, что цена придет. Вот, к примеру, 109.009. Выбираем фиксированную цена, задаем значение 109.009 и нажимаем «Установить Take Profit». Теперь наш ордер активен, и он находится полностью в работе. Мы можем несколько прибавить скорость, для того, чтобы посмотреть, как реализуется данная сделка. Как видим, цена некоторое время стоит вблизи данного ордера. Возвращается к уровню PP. И смотрим, что происходит дальше. Цена движется, наша сделка активна. В тот момент, когда цена доходит до нашего Take Profit, мы можем остановить, для того, чтобы посмотреть, как развивалась ситуация, и видеть, что Take Profit по данной ситуации у нас сработал. Также, когда вы завершаете ваш тест, нажимая на кнопку «Стоп», вы можете получить результат по всем операциям, которые проводили за данный период в режиме тестирования. Данный индикатор помогает вам протестировать вашу торговую систему в режиме реального времени. И с помощью этого инструмента не нужно ждать продолжительный промежуток времени, сравнивая, к примеру, с тестированием на стандартном демо-счету. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, данный индикатор был для вас полезен. Рекомендую его к использованию. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...